всем привет привет уже 26 апреля и мы выбрались в лес только в лес в другой не шульговский это лес между черкасским и гвардейским передают дождь у нас это не останавливает мы все надеемся что так и будет нам вести все время я хочу васинушка ну тут и березы и осины катюша первая удача главное что мы теперь знаем с вами где какие грибы искать вот он красавчик и по-моему это сморчок деликатесный это не конический потому как конические боль более черные такие ну судя по фотографиям тиши видел а этот внутри такого телесного цвета и только вот его громких темные как тебе деликатесненький ты наш пока да пока не признается кать катя нашла еще двоих а я пропустил их они такие небольшие раскируются очень хорошо того же вида как я посмотрю мы таких нагадком как тёща учила клац вот они полые внутри поправьте меня если я не прав может быть это просто конический и на него влияют внешние факторы такие как солнце например что так привел катюшу она тут одна и находит так что ты мне каких-то детей находишь о я еще нашел дальше да а зачастую конические катюша иди собирай ты меня перебиваешь зачастую говорю что они могут соседствовать конические с деликатесными но где же мой кумир полу свободный сморчочек то да здесь вот на вообще небольшом пространстве таком квадратике сколько мы их находим докать у и я нашел тут рядышком еще и еще он там а мы ведь только заехали дай бог дождь не намочит да на жарешку насобираем не говорят сморчки некоторые вообще нет но не отваривает мы еще этот вопрос будем вникать более более подробно надо ли их отваривать я знаю что с шапочки надо а сморчки допустим если после сушки их никто не отваривает их просто отмачивают и потом фаршируют либо шинкуют жарят и так преодолел вот этот бурелом я обнаружил еще семейку очень очень плохо видно и светленькие такие а мы в шульговском лесу находили прям черные так что-то только шовачок замырыхтила черненькие дистут о вот он прям на тропинке катя тут такие экземпляры привлекательные да я думаю тут кто-то уже был но лень было сюда лезть мне кажется как-то сморчковая шапочка идет раньше нежели вот эти вот сморчки конические да и места у них произрастания разнятся я имею ввиду биотоп да а ты ты прям на поляночку вышла таки вот я нашел тоже я тебе скажу так поляночка общая скажи катюш приелась уже это сморчковая шапочка хочется и сморчками себя побаловать сморчки ну вот и попробуем а ну какой крупничок черный да вот они видишь разные посмотри у меня в корзинки но это один вид наверное просто не как мы да кто-то более темнокожий кто-то менее ой глаза разбегаются и малявочка конечно ох какие красавцы да я их сниму вообще вот эти настоящие мавры да не за деревьями от тебя попрятались ты видишь как они расположились тебе их не видно вот какой чернявый ладно будем думать что это деликатесные для нас они все деликатесные катюш тут пять штук на одном месте прям торчат вот шесть штук на одном месте просто их сразу не видно надо очень хорошо присматриваться а может быть и больше 6 это я так на скидочку смотрите друзья мои вот этот под рукой прям не видно его было какие пупырчатые у него ножки вернее ножка что-то катя молчит не говорит как у меня чего бывает у тебя пупырчатые когда холодно так вот же смотрите сколько и друзья мои я вот колен не поднимаюсь просто вот вокруг себя можно сказать собираю красивые какие мне кажется что это настоящие благородные благородные грибы весны шо и я мои собираешь но а если честно катя то ты наверно не знала что эти грибы ценятся на втором месте после труфеля да именно сморчки не шапочки никакие там тебе а именно вот эти вот сморчата да очень ценятся но это сейчас нету ты имеешь ввиду ну-ка запашок присутствует такой сыростью но не выраженный да говорят аромат они раскрывают во время готовки да это обычные конические сморчочки ну как обычные для нас необычные чистить не надо помыл да и все а он затем не хочешь слазить вон там ну как там покажи где-то я тут видел еще свою корзинку вот они осинушки березоньки катенька димонька и болотушка рядом не знаю с чем это связано то ли с тем что здесь уже кто-то был но мы обошли практически все болотцы и только с южной его стороны попадаются может быть отдают предпочтение южной стороне поэтому здесь и встречаются даже на тропинке встречаются да и обычно охотники за сморчками оставляют следы в виде взгерошенных листьев нужно с палочкой перед собой шурудить не дай бог змеючка такая да и вообще листики разгребать смотреть друг грибочек ждет да вот один сдулся уже его брать не хочу ну позито моего пощупать как трупик сдулся вот и там еще двое сдулись вот этот вот стоял стойкий такой солдатик а здесь тут двое как спущенные шарики легли не так посмотри как а может здесь просто более сыра потому как видите и травка тут зеленее толстячок и его друг худышка катя прошлую грибалку очень понравился уж с воспитанностью такие чемный до настоящий джентльмен увидел катю развернулся извинился и начал уползать другую сторону а эти шокать гадюки если бы уж был ядовитым и знал об этом вряд ли бы он извинялся перед тобой не но гадюки все-таки более агрессивная хотя в одном из моих роликов называется грибалка в ноябре уж обманщик когда он притворялся как будто мертвый мы когда начали у трогать так он так он выкручивался и шипел тоже рот открывал короче такую там блатную истерику устроил а вот пока мы с вами беседую вот такой вот остроконечный смартюк показался смотри катя острый да вот он настоящий эталон конического сморчка а вот сморчочек с неким дефектом возможно не это не врожденный это кто-то его попробовал но если бы он понравился я думаю его доели не для всех он деликатесный а может быть он просто сытный да ну здесь они прям иголочками остренькие вот я на минутку вылезу осмотреться катя вот с катюшей вылезли с того болотца и на открытой местности катя оказывается не обязательно лезть туда прям в эти дебри смотри здесь вот под каждым деревцом вижу этот торчочек сейчас конечно більш ретельно дослит ему цю мисцевесть но пока вот попадаются и там вот видел непосредственная близость к болоту не обязательно вон вижу один под деревцом и тут где-то мелькал как-то они себя так местечки выбирают не могу понять это логику катя мышь шли просто мимо их не видно смотрите кора сосны и вот он такой же как будто обгоревший вот хитрецы а как остановишься начнешь присматриваться так и видно сразу это множество и кажется что их здесь полон лес у меня конечно мечта найти такого прям сморчищу чтоб туда пол миски фарша влезло но зачастую видите такие вот экземплярчики Кать ты там любуешься красотой цветов а сейчас посмотри я полюбуемся красотой грибов смотри как оказывается тут все а мы лазим там одежды рвем да особенно на фоне сгоревшей как-то подножья сгоревшего от сосны да ну а что это спроси у зрителей как вы думаете что это за цветочки напишите нам в комментариях уж очень они прелестны одна половинка желтенькая другая беленькая ага ну вот практически на тропинке ну не на самой рядышком по обочинке очень молоденькие возможно они еще будут долгонько расти посмотрим если мороз их конечно не лупанет как обещают ну да говорят уже во вторник в ночь на вторник до минус пяти на грунте да тучи находят по моему дождевые катюш смотри тут же вроде бы березки и сосенки да и что ничего не видишь больше что ты видишь палочки иголочки остроконечного сморчочка мы тут увидели малюсенького сдалека увидел вот их тут хорошо видно поэтому их здесь нету сейчас надо куда-нибудь будет углубиться вот такой большой экземпляр погодка конечно не солнечная но все равно красиво в лесу вот кто-то говорил мне что эти грибочки как пограничники растут на приграничной линии одного леса с другим но тут уже как мы можем видеть иголочки и осинки заканчиваются да ну сморчок побольше такой крепенький вот они крепче чем шапочки да плотнее мне нравятся они поэтому больше оставил катю в машине что то она приболела сил нет у нее а мне еще кортыть походить тут опасно опасненько но там осинки вон вижу о а там вон типа мостика что то а я хотел по трухлявому бревну идти мостик тут тоже такой небезопасный ну поустойчивее вот же наша награда за преодоленные препятствия прямо издалека вижу черняющую шляпку этого красавца вот это экземпляр вот это экземпляр такой крупный очень крупненький повезло так повезло начинает дождик накрапывать поэтому друзья предлагаю переместиться ко мне на кухню добро пожаловать на кухню друзья в тепле и в добре я нашел несколько интересных вариантов приготовления этих чудесных грибочков но выбрал лишь один потому как хочется уже есть и мало времени уже вечереет будем их запекать с картошечкой на противне в духовке сморчочки я держал в воде где-то час они у меня откисали чтобы выползли из них все личиночки добавил туда соли потом сливал воду вода прямо аж черная была сейчас мы просто срезаем ножки и параллельно будем под проточной водой промывать каждую шляпку второй же рецептик фаршированные сморчки мы как-нибудь потом с вами обязательно приготовим пока максимка здесь учит стих папа уже обработал грибочки вся эта скучная работа позади посмотрите какая красота друзья здесь девяносто восемь штучек знал бы сразу добрал бы еще бы две ну да ладно режем их катюша полукольцами маленькие можно колечками вообще автор рецепта дает нам такие пропорции килограмм свежих сморчков 8-10 картофелин среднего размера 150 грамм сыра 2 столовых ложки сметанки и 4 столовых ложечки майонеза пока Катя там справляется с самой низкоквалифицированной работой хочу похвастаться вам на тем что моя тещенька сделала сделала из сморчковых шапочек собранных ранее посмотрите кто-то скажет это консервированные мозги там он даже плавает кое-где перец а вот моя матушка закрыла корейскую морковку корейскую морковку и еще кучу всего и грибы даже тут есть а это закрыл я здесь уже все готово к тому чтобы отварить я думаю что 15 минут достаточно тем более грибы уже у нас порезанные все что нужно из них выварится быстрее чем из целых думаю не лишним будет добавить туда соли пока ждем грибочки натрем сыр так как я уже говорил 4 столовых ложки майонеза будем брать с горкой мне показалось что автор рецептор скупердяй за соль ничего не сказал но мы сейчас все доработаем на месте с горкой и того получится 6 сметану и 2 не сильно много сметана поликисла ну 2 ну 3 да не надо все 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 катюшка пахнет как соус хорошо мы хотим сюда еще добавить чесночка выдавить давай все опа пошел противень берем противень берем Катюша чтоб меньше было работы потом застелила его пергаментной бумагой ну тут уже дело вкуса кто-то может быть любит не соленое слегка обольем ее растительным маслом нужно пока подготовить дуршлаг я раньше думал что друшлаг но только что узнал что по немецки слово пробивать будет как катюша ты же немецкий учила дуршлаген или дуршлаген дуршлаген пробивать отверстие половину соуса намазываем на картофан ой что то их совсем мало получилось ну как мало нам то хватит на троих как раз три порции как мы говорили обязательно промываем а еще нужно будет отжать мы их отжали очень важно чистыми руками выкладываем их потихонечку на противень на противень да? да как соевое мясо действительно похоже нужно теперь обильно смазать вот этой вкусняшкой вот так легко и непринужденно у нас получается такой шедевр на 180 градусов как нас просили устанавливаем так и на 40 минут отправляем и так все готово я вижу все золотилось зарумянилось закоричневело кое-где ну выглядит аппетитно да? что ж давайте пробовать ну что ты скажешь Катюша вкусно похоже на грибы да? а мне больше одно мяско но они такие как сморчковые шапочки хотя если может приготовить сморчковую шапочку так она тоже будет такая но вкусно вкусно да? мне тоже понравилось только сметанки надо поменьше чтоб не кислило или сметану не кислую домашнюю ладно я буду кушать а то я уже слюной закрываюсь и запах аромат блюда и вкус все на высоте вот такой вот легенький рецептик дорогие друзья так что буду рад вашим комментариям всем пока пока пока